Красивые, подтянутые, смелые и самое главное, ответственные. Ровно через месяц так будут выглядеть сотрудники новой милиции. Среди них и 20-летний Георгий. Парень никогда не мечтал стать патрульным улиц. После окончания школы выбрал благородную профессию юриста. Но два месяца назад для Георгия все изменилось. Хотелось, чтобы поменялось что-то в стране отношений к коррупции, к органам. Чтобы они работали не для собственного заработка или каких-то коррупционных схем, а во благо людей. А вот у Романа до поступления в полицейскую академию был свой бизнес. В деньгах мужчина не нуждался. Следил за собой, наслаждался жизнью как мог. У меня будут будущие дети. Я хочу, чтобы будущие дети жили в нормальной стране, там, где будут идти полицейские. И не будут, грубо говоря, кричать мусора и плевать спину, а чтобы они уважали. Программа обучения полностью новая. Рассчитана на 10 недель. Каждый день по 4 пары, иногда по 5-6. К обучению курсантов привлечены несколько инструкторов из патрульной службы Калифорнии. Также тщательно отобрали преподавателей и по теории. Очень многие инструкторы и преподаватели данного проекта являются, не являются даже большинство, пожалуй, подавляющие, не имеют ни малейшего отношения к системе милиции, к системе МВД. Это представители экспертных организаций, гражданского общества, адвокаты, юристы и так далее. Киев станет пилотным городом в реализации этого проекта. Но уже до конца года власти планируют открыть полицейскую академию в Одессе, Львове, в Днепропетровске и в Харькове. Экас Гуладзе, замминистра внутренних дел Украины, уверена, что сумеет сломать старую систему работы правоохранительных органов. В грузинском случае у нас всегда была нехватка ополиционных кадров. У вас этой проблемы нет. У вас выбор чудесный. С помощью подобных реформ нынешний руководство МВД рассчитывает сократить правонарушения минимум в два раза. Первые результаты готовы показать уже в конце нынешнего года. Ирина Кононенко для Настоящего Времени. Киев. Субтитры создавал DimaTorzok